Всем привет ребята! Сегодня я начну играть в игру, которая называется мой супермаркет. Первый раз зашла и давайте вместе разбираться что здесь и как. Нас приветствует какой-то мишка панда и он хочет нам объяснить как здесь все работает. Ну давайте послушаем. Давай подготовим его к открытию. Первым делом нужно разметить места на парковке. Так, похоже нам нужно идти на парковку, да. Нам показывается куда идти. Пожалуйста, выбери парковочные места. И как мне это сделать? Такой, кстати, интересный мишка. У него гитара в виде значка роблокса. Так, сюда парковка. Ага, вот так вот. Готово. Первое место я сделала. А вот, кстати, и первый посетитель. Бегом в магазин. Да, вот и наш первый посетитель. Взяла тележку и пошла в магазин. Так, и похоже мне нужно будет ее обслужить. Дальше. Кажется, у нас закончился товар. Понятно, почему посетитель ничего не купил. Тебе нужно на склад. Дальше. Дальше. Склад. Так, я взяла коробочку на складе и теперь отправляюсь к лустому стеллажу и нужно его выставить. Так, идет загрузка. Ждем. Сейчас товар будет расставлен на полочке. Отлично. И наш покупатель доволен? Так, теперь нужна касса. Понятно. Так. Дешевая касса. Ну, давайте поставим вот сюда. Так. И мне нужно ее обслужить, да? Нажимаем F и пошел процесс. Ждем. Я получила первые денежки. И проводить посетителей до входа. Ладно, провожаем. Она села в машину и уехала. Идеально. Кажется, покупатель остался доволен. Жду не дождусь новых посетителей. Дальше. Нам нужно ждать еще посетителей. Отлично. Вот еще один. Хе-хе-хе. Странно они, конечно, ходят немножко. Ладно. Она хочет тележку. А у нас они закончились. Так. Бежим по голубой стрелочке. Нажимаем. Взяли тележку и отвозим ее сюда. Не забывай о возможной очереди в зоне сбора. При долгом ожидании посетители уйдут от злости. Этого нам не надо. Дальше. Наш посетитель пошла в магазин. Думает, что купить. Хм. Этому посетителю нужна помощь с выбором товара. Давай ей поможем. Помогаем. Видимо, в этот момент мы ее консультируем. Подсказываем, что лучше выбрать. Так. Отлично. Он уже начал покупать. И теперь мы идем на кассу, да? Так. Не буду мешаться. Круто. Пока посетители выбирают товар, позвольте показать тебе центральный магазин в городе. Ясно. В центральном магазине нужно делать покупки периферию для вашего магазина. Ну, короче, всякие улучшения. Ясно. Также здесь можно купить прилинувшиеся тебе витрины и декорации. Ого, какой огромный магазин. Кажется, этому посетителю нужен новый товар. Давай поставим новую витрину. Так. Стеллажи. И... Как это? Вот так. Новый гость разблокирован. Какой ты зайчик. Новенькая витрина привлечет новых посетителей. Жду не дождусь этого. Главное не забывать обновлять полки. Ясно. Берем товар. Несем на витрину. И товар появляется у нас на витрине. Это будут морковки. И я смотрю нашему посетителю как раз нужны морковки. Отлично. Она выбрала морковки. И теперь идем на кассу. Пробиваем весь ее товар. Займет некоторое время. Ждем, ждем, ждем. Так, отлично. И нужно проводить посетителей до выхода. Интересно, мне так каждый раз нужно будет бегать? Ладно. Ждем новых посетителей. Приехала еще одна машина и уже вышли 4 посетителя. Один из которых зайчик. Интересно, им хватит тележек? А вот и они. Да, это они. Нет, тележек не хватает. И нам нужно будет... Да, я вижу, что вам не хватает тележек сейчас. Сейчас все будет. Не переживайте, я везу вам тележечки. Надеюсь, в будущем я найму персонал, который будет этим заниматься. Так, отлично. Теперь идем в магазин. Смотрим, что здесь. Так. Кто-то хочет молока, да? Сейчас в супермаркете слишком много посетителей. И мне кажется, что одного холодильника с молоком будет недостаточно. Кажется, нам нужен еще один. Так. Холодильники. Устанавливаем. Устанавливаем. Отлично. Теперь нужно положить в него товар. Я уже знаю, как это делать. Так. Товар. Раскладывается. Ждем. Твой супермаркет отлично выглядит. Мне он нравится. В принципе, мне тоже. Так. Посетитель доволен. Я никому не мешаю, надеюсь. Еще один посетитель доволен. И посетитель зайчик тоже доволен. Идем на кассу. Тут собралась целая очередь. Сейчас будем всех-всех обслуживать. Готово. Следующий. У меня самая дешевая касса. Поэтому, скорее всего, так медленно из-за этого. Если я улучшу кассу, у меня будет уже быстрее процесс. Проходить. Ну, а пока работаем в таких условиях. И теперь зайчик. Последний мой посетитель. Посмотрим. Нормально. Нужно проводить теперь опять до парковки. Зайчик несет сумки, довольный такой. Ну что, все сели. Фух, было тяжело. Давай наймем еще сотрудника. Вот это хорошая идея. Персонал. Знаем персонала. И кто это у нас будет? Кассир. Нажимаем. Удачи, Гондик ТВ. Мы еще увидимся. Надеюсь, тебе понравится управлять собственным супермаркетом. Посмотрим. Так. Играй каждый день ради подарков. Забираю подарок за первый день. Закрываем. Так. Тележек полно. Кассир есть. Товар есть. И посмотрим, что помощь нужна. И можно сразу с двумя поговорить. И помочь. Теперь кассер их обслуживает на кассе, и моя помощь в качестве кассера не требуется. Повысился уровень до второго, получаю награду. Итак, ребята, прошло немножко времени, и все-все у меня опустело. Все полки надо заново все брать, и раскладывать по полочкам. И для этого тоже нужно будет нанять сотрудника. А пока все буду делать сама. Так, последний стеллаж. Готово, и тележки нужно отвозить тоже по местам. Это приходили посетители, которые не получили свой товар, и просто оставили тележки и ушли. Так, сейчас я все отвезу сюда, и последняя тележка, где там она у меня была. Вот она стоит прямо на проходе. Отлично. Возьму еще парочку, чтобы здесь было побольше. Так, здесь какие-то квесты появились. Отправляйся в зону Центральный Магазин. Берем квест. Он стал синим. И еще один квест. Отправляйтесь в зону Центральный Магазин. Хорошо. А это как раз телепорт в Центральный Магазин. Ладно, давайте сходим, посмотрим, что там в магазине. Ого. Здесь какой-то парк аттракционов еще есть. Танцующий человечек. Ладно, давайте зайдем в магазин, посмотрим, что здесь есть. Здесь какой-то игрок. Это парковка, стеллажи, разные кассы, украшения. Опа. Ого, какой-то автомобиль. Красиво смотрится. Здесь какой-то магазин музыкальных инструментов. И для него нужен 45 уровень. Привет, привет. Ладно, бежим дальше смотреть, что здесь есть еще. Здесь магазин компьютерных игр. И здесь нужен 51 уровень. Здесь бытовая техника. Нужен 56 уровень. Здесь у нас что? Книги. Нужен 66 уровень. Здесь телефоны. 61 уровень нужен. Здесь тоже бытовая техника. Ну, в общем, надо немножко развить свой магазин. И тогда я смогу все это покупать. Так, туалетная бумага, мороженое. Здесь я ничего не могу купить. Спортивные товары. 21 уровень. 6 уровень. Или 500 робоксов. Чипсы, игрушки, мясо, бананы. Питание для животных, что ли. Хлеб какой-то. 11 уровень. И, по-моему, здесь есть еще второй этаж. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Вот, здесь я могу покупать молоко, фрукты, мясо, свежая курица. Ну, давайте я возьму курицу. Так, и теперь нужно еще стеллаж купить. Кстати, где здесь стеллажи? Возьмем тыкву. Яблоки. Ну и все, теперь давайте глянем, что здесь на втором этаже. А потом... Да, вот второй этаж. Ого! Здесь VIP-зона. Здесь разные лампочки есть. Оформление для пола. Золотые стеллажи. Ого! Статуя золотая тележка, только для VIP. Очень дорого стоит. Ясно? Здесь есть быстрые телепорты. Можно нажать домой, и мы возвращаемся домой. И можно сдать квесты. Готово. Кстати, возьму сразу еще один квест. Поставьте парковка две штуки. И здесь пройдено. Обслужите 20 посетителей. Отлично. Здесь опять у меня все пусто. Витрины. Я покупала витрины. О, разблокировался у меня новый гость. А здесь я поставлю вот эту витрину. Еще один гость разблокировался. Это где-нибудь тот, кто покупает эти продукты. Еще один посетитель. И холодильник с молоком. Еще один я взяла. Поставлю его сюда. Нет, не влазит. Тогда поставлю его здесь. Вот так вот. Ну что? Я думаю, это можно будет переставить. И у меня доступны вакансии. Посмотрим. Так. Есть несколько человек, которых я могу нанять. Это кассиры, а это те, кто убирает тележки. И тут характеристики есть. Так, ладно. Давайте возьмем вот этого. Вот он двигает дополнительные три тележки из зоны выгрузки. Уровень скорости помощи 3. Уровень скорости выставленного товара 4. А, вот он же 400 тысяч стоит. Точно, точно. Ну тогда наймем вот эту женщину. Ну теперь у меня есть человек, который будет таскать тележки. А, ну это же девушка и будет расставлять товар. Та, которая убирает тележки. Все понятно. Ну вот, ребята, немножко рассказала вам про эту игру. Если она вам понравилась, заходите, играйте. Я думаю, я буду в нее играть. Посмотрю, что еще здесь интересного. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока.